Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. В самые последние дни зимы наша съемочная группа посетила экотехнопарк, где строительство продолжает набирать обороты. Предлагаем вашему вниманию видеорепортаж с места событий. Вы уже знакомы с ударной, мы не боимся этого слова из советского прошлого, работой всех сотрудников SkyWay, которые, не жалея ни сил, ни времени, делают все от них зависящей для воплощения мечты сотен тысяч людей по всему миру, проектируя и продвигая прорывные инновационные транспортные технологии, призванные, и это без всякого пафоса, спасти мир. У нас много единомышленников и среди подрядчиков, разделяющих наши идеи, желающих видеть будущее своих детей и внуков более чистым, безопасным и счастливым. В будущем мы планируем рассказать о них, о том, какие пути привели их в небесные дороги. Из предыдущих же наших репортажей вы уже знаете, в каких условиях они воплощают в жизнь намеченные планы, невзирая на такие условия проведения работ, которые как будто служат иллюстрацией к уже цитировавшейся нами песне о тревожной молодости и снег и ветер. Во время данного посещения экотехнопарка SkyWay проводилось бетонирование железобетонной диафрагмы второго уровня транспортно-логистического узла SkyWay, совмещенного с концевой анкерной опорой. Вы видите сами, что опалубка пилона второго уровня уже смонтирована. Также нам интересно было увидеть степень готовности первого уровня данного сложного сооружения, потому что именно здесь будет размещен музей SkyWay. Мы продолжаем напоминать вам, что каждый элемент экотехнопарка SkyWay является уникальным, поэтому не вызывает никаких вопросов то пристальное внимание, которое уделяется качеству проведения работ по строительству экотехнопарка, которые должны обеспечить высочайшие стандарты, необходимые для апробации и сертификации инновационной транспортной технологии SkyWay. Поэтому и в этот визит мы стали свидетелями осуществления авторского надзора ведущим инженером-конструктором конструкторского бюро железобетонных изделий подразделения ответственного за проектно-конструкторскую работу Павлом Николаевичем Владыко, уже неоднократно становившимся героем наших репортажей. Здравствуйте! Сегодня здесь происходит, мы можем наблюдать процесс укладки бетонной смеси в монолитные диафрагмы, пилоны, а также монолитные колонны. До того, как укладывать смесь, были проверены опалубка на наличие загрязнений либо инородных предметов, были проверены защитные слои для того, чтобы они соответствовали проектным. Ну, соответственно, был проверен паспорт бетона на соответствие марки бетона, а также наличие противоморозных добавок, так как мы видим, погода не очень хорошая, но это не мешает процессу укладки бетона, это не мешает тому, чтобы бетон соответствовал при укладке тем проектным характеристикам, которые были заложены. Были проверены на наличие противоморозных добавок, были залиты конусы для того, чтобы посмотреть подвижность смеси бетонной, ну и, соответственно, были залиты кубики, необходимое количество кубиков для того, чтобы потом испытать их и определить прочностные характеристики. Для того, чтобы развеять периодически появляющиеся панические слухи о всяких бедах и напастьях, преследующих наше строительство, типа воровства саженцев и так далее, а также, как говорится, по многочисленным просьбам трудящихся, предлагаем вам самим воочию убедиться в беспочвенности подобных слухов, любуясь стройными рядами саженцев с высоты, хоть и не птичьего, но вполне себе бреющего полета. Единственное, что здесь изменилось, после регистрации каждого дерева, посаженного инвесторами, были убраны временные именные таблички, многие из которых были написаны от руки. С наступлением весны их места займут новые, постоянные, изготовленные промышленным способом. Кроме того, строящаяся тропа, которая вскоре будет поэтично вести посетителей по тенистым аллеям экотехнопарка, во время его строительства будет выполнять прозаическую функцию вспомогательной дороги для строительства городской и высокоскоростной трасс, что, опять же, позволяет сберечь средства инвесторов, необходимые для разработки и сертификации технологией SkyWay. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании SkyWay по адресу rsv.systems.com. Поддерживайте наш проект. Довольно зимы, ледяного ветра, снега. Давайте же устремимся вместе к возрождению, свету, солнцу. Поздравляю всех с наступлением весны. Строй SkyWay, спасай планету.